Петр Кожевников Расскажу. Понимаешь, Ром, вчера у нас такая вышла котовасия, что... Брось, Гошка, я же не классная. Скажи, просто не выучил уроки. Вот и все. Потерпи, сядь в кресло и послушай, мое вранье. Криво усмехаясь, проговорил Гоша. Сел. Вчера произошло такое событие. Ты не выучил уроки? Нет, помолчи, дай я расскажу. Все, молчу, слушаю. Вчера вечером мама попросила меня закрыть кота в туалете. Там у него есть свой туалет. Я его и закрыл, и мы забыли про этого лупсика. Ты же назвал его Лисапет. О, он и Лисапет, и Лупсик, и Котофей Иванович, и просто зверь. Это когда он как себя ведет. Если бегает по комнате, Лисапет. Если ластица, Лупсик. Если важничает, Котофей Иванович. Если корябается, зверь. Вот закрыли мы его в туалете и позабыли про него. Пошкрябался он там, мяукнул пару раз, и тихо. А тут фильм. А потом к маме гости пришли, засиделись. А после долгого сидения в туалете он напомнил о себе мяуканьем, о каким-то ревом. И начал, как в цирке, бегать по стенам и двери туалета. Мама к туалету дерг за ручку, а дверь заперта с внутренней стороны. Он там так носился, что закрылся на защелку. Представляешь? А дальше что? Стали открывать эту злополученную дверь. А ты знаешь, мой папа все делает основательно. Все на совесть. А папа в командировке. Бились-былись мы с дверью, а тут и самих нас в туалет потянуло. Словом, я вчера был готов взорвать эту дверь гранатой, если бы она у нас была. Так разозлился. Так и не открыли. Мама сходила к соседям и попросила топор. И я в двенадцать ночи давай ломать дверь. Крохот! Да уж. Кое-как открыли, а точнее сломал защелку. А этот зверюга бросился на маму. Мама в крик на весь дом покорябал и укусил ее. А что со своим туалетом натворил? Меня, пока я там убирал, чуть не стошнило. Одним словом, мерзавец. Да он же котенок еще, неуверенно ставил роман. Если во всех квартирах будут такие котики, как наш, то эти звери сделают всех людей дураками. Вот из-за этого вчера и легли во втором часу ночи, и забыли будильник завести. Разговор друзей прервала пришедшая Гошина мама. О, Ромочка, приветик, ребятки! Как дела? Да вот, про кота Роману рассказываю вчерашнюю историю. Да, Ромочка, с этим котом проспали все на свете. Не котенок растет, а зверь дремучий из мурманских лесов. И мама ушла на кухню. Ну что, маминым-то словам веришь, что все было так, как я тебе рассказал? Бывает, я и сам иногда просплю. Просто история неправдоподобная. А сейчас, конечно, верю. Эй, Лупсик, или как там тебя зовут? Что зыркаешь глазами? Понимаешь, что тебе мы говорим? Котенок лежал на спинке дивана и настороженно поглядывал на Романа. А у него и вправду взгляд какой-то особенный, как у сиамских котов. Зверюга подколотный, ух, замахнулся на котенка Гоша. Тот мгновенно спрыгнул с дивана и уселся на подоконник. Это что, он насмотрит четыре программы по телевизору? Как четыре? А так, садится в кресло и смотрит часами на четыре аквариума, как в телевизоре. Умора телеман. Кот, будто поняв Гошину мысли, спрыгнул с подоконника, уселся в кресло и застыл, уставившись на плавающих рыбок. Иногда резко поворачивая голову, то на один аквариум, то на другой. А завтра, Ром, дружески, подержи меня перед классной. Если ты не поверил, она и подавно не поверит. Не сомневайся, помогу. Я чего к тебе пришел-то? Домашнее задание на завтра принес. Продолжение следует...